Можно сказать, сверх планы или досрочно, потому что обычно-то мы перед вами танцуем и поем по понедельникам, вас развлекаем, а вот уже вторую неделю подряд выходим в воскресенье, да еще в прямом эфире. Вот так у нас получается. Надеюсь, вы на нас не в обиде. Алик, привет. 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 В прямом эфире, кстати, и в следующий понедельник будем. Понедельник, не воскресенье. Сразу анонсируем. Слушай, значит, хочу сразу начать с той темы, которая обозначена на обложке нашего видео. Вот ты ее сейчас не видишь, наверное, эту обложку, а все уже повидали и уже среагировали. Кто же этот такой один-единственный идиот, который смог обрушить величие державы? Какой державы? Что, я уже могу радоваться? Уже обрушили? Так нет, подожди. Это почти прямая цитата из одного из постов, который ты опубликовал на этой неделе. Как один идиот обрушил репутацию целой державы. Ну да. Не, ну слушай, ну это же действительно так. Все подумали, все подумали. Сколько я себя помню, да, вот я же старый американофил. Да. Кавычка. Мне все время рассказывали, что ты не понимаешь, там, сдержки и противовесы, чек-энд-балансы, контроль властей друг над дружкой. Там даже если будут нацы-основатели, все продумали, даже если идиоты попадутся в систему, все равно, так сказать, они будут друг друга сдерживать и будет все, так сказать, работать как часики. Ну вот, и что? Вот появился один чувак. Слушай, ну все знают, что большинство в поддержку Украины в Палате представителей есть. Правильно? Правильно. Будут голосовать все демократы и часть республиканцев. Это вот достаточно, чтобы закон прошел. Белый дом его поддерживает. Соответственно, так сказать, верхняя палата поддержала. Один единственный человек на всю Америку, от которого зависит поставить или не поставить, так сказать, на голосование вопрос. Его не ставят. И ничего нельзя сделать. Ничего. Понимаете? Это вот так вот они все продумали, что у спикера, так сказать, есть ключик. Даже если большинство депутатов требует поставить закон, то никто не ставит на голосование. Потому что я не хочу. Я считаю, что это неправильно. Точно. И что это такое? И это по закону. Его никто не может посадить. Ничего. Он позорит страну свою. Он подрывает ее стратегические интересы. Никого не интересует. А я считаю, что проблема миграции важнее. Ну хорошо тогда, внеси какой-то свой законопроект по миграции. Мы думаем. Ну как это называется? Где-то что-то они не продумали. Причем вот это вот правило о том, что спикер может ставить или не ставить. Потому что недавно появилось. Оно появилось, по-моему, в 90-е годы, если не в нулевые. До этого его не было. До этого он должен был старый час. Я не специалист по вопросам регламента работы Конгресса США. Ну вот, вот так вот. Понимаешь? И что с этим сделаешь? С этим ничего не пойдет. Но очень многие мои коллеги, которые помогали рисовать эту обложку, решили, что имеется в виду Владимир Путин. А, ну да. Ну, это другая история. Это другая история. Владимир Путин преступник, а не идиот. Он преступник. А в пашмеш еще он не превращает великую державу? Нет, он в пугало ее превращает. Он ее превращает в пугало. В карикатуру на саму себе. Весь этот угар имперский, националистический. Все эти, так сказать, русский мир. То, что вот сейчас патриарх Кирилл вместе с Малафеевым выдали, так сказать, наказ от Русского народного собора, там, всемирного. Это же невозможно читать, так сказать, без ужаса. Мне как-то даже неловко за людей, которые с такими текстами вылезают в 21 веке. Понимаешь? В общем, они нас призывают ко всем этим. Традиционная многодетная семья. Посмотрите, ну как, кто нас призывает к этому? Ну кто? Где мы эту маловерку? Думаю, Кирилл, где твоя семья многодетная? Покажи нам образец. Ну, кто из них, так сказать, вообще носитель этих ценностей? Я не могу понять. Традиционную многодетную семью, извини меня, большевики расстреляли в подвале Ипатьевского дома в 18-м году. Вот была традиционная многодетная семья, четверо дочерей, сын. Если бы это была единственная семья многодетная, которую они расстреляли. Массовое уничтожение самой идеи многодетной традиционной семьи началось в коллективизации, как ты знаешь. И уничтожили они ее с помощью, так сказать, коллективизации, ссылок, расстрелов, голодомора и так далее, и так далее. И вообще весь этот образ жизни, весь этот уклад народный, который, в общем-то, и породил эту крестьянскую многодетную семью, он был уничтожен. И сейчас это не возродить никакими, так сказать, силами. Прошла урбанизация, так сказать, общество перестало быть настолько связанным вот этими общинными связями и так далее, и так далее. Поэтому надеяться на сейчас, на возрождение этой многодетной семьи, это утопия, это невозможно просто. Хорошо это или плохо, но этот этап человечества уже прошло. Всякая государство, которое прошло, всякая нация, которая прошла урбанизацию, уже не может вернуться к многодетной традиционной семье. Ну, что я могу сказать? Во-первых, я хочу напомнить, тут некоторые задают вопросы. Здравствуйте, это прямой эфир? Да, это прямой эфир. Вот Лео Диди спрашивает. Прямой ли это эфир? Прямой, дорогой Лео. Прямой. И, пожалуйста, ставьте этому прямому эфиру лайки, задавайте вопросы. Здесь у нас и чат есть, можете здесь комментарии какие-то оставлять. Если что-нибудь толковое, напишите, глядишь и среагируем. Ну, и обязательно подписывайтесь. И на мой канал, и на канал Коха. А у меня нет канала. Как это нет? У тебя в Телеграме канал, не надо. А, я думал, ты про Ютуб. Ну, Ютуба нет, зато есть Телеграм. Ну, Телеграм у меня маленький. Сколько у тебя страниц в Фейсбуке? Страниц? Да. Две? Две, да. Потому что банят то на одной, то на другой, я так понимаю. Да, да, да. Поэтому, собственно, две. Поэтому две площадки. Слушай, но вот возвращаясь к разговору про патриарха. Ты, между прочим, я пытался уже это вставить. Сейчас еще раз попробую. Ты же написал, что, что называется, нестыковочка получается. Путин говорит, что никакого Запада он воевать не собирается. Да, 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 да. Это тоже завязано. А патриарх объявляет в пиртовый поход. Они же против сатанистов. Против сатанистов. Как вы думаете, не согласовали окончательное решение? Ну, мне кажется, что вот эти завоевания, так сказать, Гундяева и Малафеева, они имеют ту же цель, что и вот эти истерики Медведева. То есть показать, что общественное мнение в России назначительно более радикально, чем сам Путин. И что Путин вовсе не толкает народ на какие-то экстремальные выходки. А этот народ толкает Путина. А Путин, наоборот, сдерживает и так далее, и так далее. Ну, по принципу, знаешь, вот этому, что у нас, говорит, в России единственный европейец – это государь. Понимаешь? И, типа, если вы со мной не хотите разговаривать, то будьте разговаривать с этими вот бешеными. Ну, это все в одну, все дирижируется из одного места, как ты же понимаешь. Ну, да, вот это, конечно, хороший ход такой. Посмотрите, вон даже православная церковь призывает. Да, к крестовому походу, да. Весчебная война, да. Газоват. Православный газоват. Я с трудом их сдерживаю из последних сил. Слышишь, Байден? Кстати, к вопросу о Байдене. Ты ведь пишешь все время про Израиль, да? И я тут удивительную вещь обнаружил. Я не знаю, обратил ты внимание или нет. Но, оказывается, там есть такой сюжет, что администрация США пообещала республиканцам, то если они снимут свои претензии к закону о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню, ну, прежде всего Украине, то тогда администрация согласится заморозить на год 2025 года решение не прекращать финансирование вот этой вот пресловутой организации Бапор, которая помогает палестинцам, но при этом полностью этими палестинцами инфильтрованной и считается чуть ли не одним из рассадников терроризма и антиизраильских... Сериал Хамаса такой, да? Да, и Хамаса, да. И вот, в частности, практически вся система палестинских школ, где откровенная ведется среди детей антиизраильской пропаганды, финансируется вот этим самым Бапором. Ты представляешь себе, оказывается, Белый дом настаивал на том, чтобы продолжать финансировать вот эту организацию и разменивает сейчас это на согласие республиканцев все-таки начать продвигать вот этот самый... Так они что, обещают? Перестать финансировать ее? Да, да. Если вы... Это Рейтер сообщил вот на этой неделе. Если вы согласитесь, господа демократы, заседающие в Белом доме, прекратить на год финансирование Бапора, то так и быть, мы разморозим законопроект о помощи Украине. Это предложение от республиканцев исходило или от Белого дома? Нет, непонятно. Это было предметом из переговоров. Ой, слушай, Жень, я... Это такие тонкие материи, я вообще, так сказать, не берусь их комментировать. Я вообще с огромным скепсисом вообще отношусь к Организации Объединенных Наций. Ее назначение в настоящее время мне не очень понятно. И я считаю, что ее в ближайшем будущем ждет печальная судьба Лиги Наций. Вот. Но внутри этой уже давно сгнившей организации, еще более сгнившая это Бапор, ну, так сказать, это же все очень закономерно. Там эти климатические организации, которые порождают там элармистские всякие тезисы, которые потом на сумма сводят молодежь и так далее, и так далее. Это же все звенья одной цепи. Ну, слушай, огромная бюрократическая структура, непрозрачная, которая никогда очень непонятно, каким образом функционирует, тратит огромные деньги, так сказать, ни перед кем не отчитывается. Ну, рано или поздно это должно было этим закончиться. Кто придет на смену? В Лиге Наций как раз вот эта самая ООН пришла на смену. А кто на смену ООН? Ну, в промежутке между кончиной Лиги Наций и возникновением ООН вообще-то Вторая мировая война прошла, на всякий случай. Так что, что придет на смену, ну, видимо, на смену какой-то этой структуры тоже должна какая-то мировая война, чтобы появилась новая война. Ну, они же считают, что она уже идет. Ну, вот. Вот если ты меня спрашиваешь, кто придет на смену ООН, на смену ООН придет война. Как это случилось с Лигой Наций. Или уже пришла. Ну, слушай, очевидно, в центре Европы идет огромная война, да, большая, одна из самых больших войн за последние, там, 50 лет, да? Да, у нас. Безопасности просто нет. Она периодически появляется, но тут быстренько либо американцы, либо россияне, так сказать, накладывают веты, и вопрос сам собой умирает. Дальше идут. Ну, и что, и зачем нам такая организация? И ладно бы это был, там, как кружок филателлистов, который сам себя содержит за счет членских сносов. Это же огромная, так сказать, бюрократическая структура, которая стоит бешеных денег. Ну, одной недвижимости у них, там, в Женеве и Нью-Йорке, так сказать, столько, что можно вообще золотиться ее продать. Поэтому, когда ты мне скажешь, а что, так сказать, нам делать с Бапуром, а я тебе отвечаю, а что нам делать с ООО? Да нет, ну, это история не про ООН, это история про то, как нынешняя демократическая администрация... Слушай, ну, вот, Жень, я тебе объясню. Вот представь себе, сектор газа, да? Да. В общем, не самое спокойное место на Земле. Там люди все, сплошь, говорят на чистом арабском языке. Да. Очень специфический контингент. Люди с молодых ногтей, как говорится, с молоком матери впитывают жуткую ненависть к Израилю, антисемитизм такой природный и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И, соответственно, ненависть ко всем, кто поддерживает Израиль, а это значит, в конечном итоге, к Западу, да? Вот. И вот ты представь, существует некая организация, которая должна заниматься там распределением гуманитарной помощи в этой секторе газа. Но это, как представь, кто туда пойдет работать? Англичане? Нет. Ну, вы зеланцы. Сами палестинцы. Ну, так, раз они туда пришли, то что от них ждать? Ну, конечно же, они будут, так сказать, хамасовские. Ну, и поэтому ООН на это смотрит абсолютно утилитарно, как говорится. Если нужно, необходимо распределять гуманитарную помощь в газе, у нас нет другой структуры, кроме этой, чтобы ее распределять. Или вы хотите распределять гуманитарную помощь, тогда бопор должен быть сохранен. Либо вы не хотите распределять гуманитарную помощь, тогда бопор можно разогнать. Но если вы разгоняете бопор и не будете распределять гуманитарную помощь, тогда там люди умрут с голоду. Выбирайте. Ой. Ты знаешь, какой бюджет у бопора в год? Ну, какие-то миллиарды, наверное. Ну, да. Миллиард. Примерно миллиард долларов. Ну, слушай, так сказать. Понятно. Сейчас он еще больше будет. Потому что раньше газа хоть что-то зарабатывало, а не какие-то... Раньше газа хоть что-то зарабатывало. Хотя половина из них что-то сама с вами себя кормили. А теперь всех надо будет кормить. Ну, соответственно, бюджет как минимум, там, не знаю, вдвое должен быть увеличен. Ну, хорошо. К Израилю и газе мы, может, еще вернемся. Все-таки давай о вещах, которые нам с тобой ближе, роднее и актуальнее для нашей аудитории. Скажи мне, пожалуйста, вот у тебя прозвучал такой тезис, что без мобилизации в этой войне не победить. И этот тезис твой обращен и к Украине, и к России. Ну, нет, я к России он мне не обращен. Это хорошо, если, так сказать, Путин так и не проведет мобилизацию. Тем быстрее Россия проиграет войну. Подожди секундочку. Тогда вопрос следующий. Путин сейчас подписал указ о призыве на военную службу. И все эксперты заголосили хором, перебивая друг друга, как мы с тобой иногда друг друга перебиваем. Не будет, значит, мобилизации не будет, потому что вот в системе российских военкоматов, вот этой вот самой ОРК-МОК-системе, организационно-мобилизационное управление, на самом деле, называется в Генштабе, которое ведает призывом. Вот эта российская ОРК-МОК-система не справится одновременно и с призывом, и с мобилизацией. Раз объявили призыв, значит, видимо, мобилизация откладывается. Почему? Ну, это, во-первых, ложный тезис. Ложный? Абсолютно. Каждые полгода Путин объявляет призыв. И вообще в Российской Федерации каждые полгода, всю историю его существования, а еще и с Советского Союза, так сказать, каждые полгода есть призыв в армию. В настоящий момент, вот уже много лет призывается порядка 140-130 тысяч каждые полгода. Поэтому, и, кстати говоря, напомню вам, что осенью 22-го года, когда мобилизацию Путин проводил, одновременно была объявлена и призывная, так сказать, осенний призыв, и 140 тысяч было призвано, как из ружья. То есть ты считаешь, что... Это два параллельных процесса, как мы это выражаем. Что? Призыв может осуществляться одновременно с мобилизацией, и не надо... Ну, слушай, ну хорошо, но с разрывом в один месяц. Не надо подбрасывать. Нет, нет, конечно. Призыв – это налаженная система. Призывники, так сказать, стоят на военном учёте, и они, так сказать, им приходят повестки, они, так сказать, идут. Ну, их же, насколько я понимаю, в основном не используют, за редким исключением в зоне СВО. Они там где-то служат и так далее, и так далее, и потом через год возвращаются домой. Те два года, что идёт война, этот призыв был, но мы этих призывников почти не видели на фронте. За редчайшим исключением. Да, это правда. В основном воюют... Мобики, да? Мобики и контрактники. Мобики и контрактники, да. Ну, мобиков сейчас вообще мало осталось с того призыва. Нового призыва не было. Который вот осенний призыв 22-го года. Так что, ну, контрактники сейчас. И зэки. Ну, это же тоже разновидность контрактника. Вот тебя спрашивают. Я вынужден реагировать на хоть какие-то содержательные вопросы. А тут опять, как вы говорите, набежали кремлёвские боты и тролли. И несут всякую ересь. Ну, вот хотя бы один вопрос такой. Со смыслом. Скажите, пожалуйста, Альфред Ренгольдович, спрашивает Николай Семёнов. Почему в мире сейчас нет таких политиков, как Тэтчер и Рейган? Просто политика стала другой? Или такие люди есть, но их держат на вторых ролях и не пускают выше? Сложно сказать. Сложно сказать. Я предчувствую некий, так сказать, неоконсервативный ренессанс на Западе. Я напомню вам, что для того, чтобы появились неоконсерваторы, прежде всего Рейган и Тэтчер, конечно, хотя я этот список расширил бы ещё и Гельмутом Колленом. И Жаком Шираком, кстати, сказал. До этого нужно было пережить 70-е. Вот этот разгул левого либерализма, огромные налоги, диктат профсоюзов и так далее. То, что происходило в Великобритании, то, что происходило в Германии, то, что происходило во Франции, начиная с антивоенного движения в Америке, которое закончилось, так сказать, уходом из Вьетнама, весна 68-го года в Париже и так далее, и так далее. Вот эта вот Красная Армия в Германии, вот эти террористические организации левацкие. И разгул профсоюзов в Великобритании, когда они диктовали свою волю. И вот эта вот попытка левой политики, она, так сказать, к концу 70-х совершенно уже надоела избирателям. И они проголосовали за некий такой резкий поворот вправо. И, в общем-то, в связи с Лет за Картером пришёл Рейган. Картер был типичный такой демократический левый политик, который хотел, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Знаешь, как в Евангелии сказано, «Агнец возляжется львом». Знаешь, вот в таком духе. Но вот Рейган был человек понятный, простой, и, в общем-то, мыслил такими очевидными, простыми истинами. Как в своё время кредо неоконсерватизма очень хорошо выразила Маргарет Тэтчер, она сказала, «Берегите богатых, потому что если они исчезнут, то некому будет помогать бедным». Понимаешь, да? Вот это, так сказать, основной тезис неоконсерватизма. Ждём ли мы консервативного ренессанса на Западе сейчас? Ну, я думаю, что да. Я думаю, что, во всяком случае, по моим ощущениям в Германии, люди уже левой повестки наелись. И рейтинги партий показывают, что правоцентристы, они сильно опережают все левые партии вместе взятые. Поэтому я с оптимизмом смотрю на сентябрь 2025 года, когда у нас будут выборы в Бундестаге. И я думаю, что аналогичная ситуация будет и во Франции. У Макрона с Липен будут очень серьёзные битвы. И Макрону нужно сильно поправить, чтобы иметь шанс выиграть у Липен. И всего этого... И в Америке тоже, я думаю, что правоконсервативный такой ренессанс неизбежен. Если даже не в виде, так сказать, возвращения Трампа, то на следующем этапе это уж точно. А как тебе ролик Трампа не видел? Бог дал нам Трампа. Ну, Бог нам всё дал. Он и Байдена дал. Он и Путина дал. Поэтому и Трампа, конечно, дал тут с этим спорить. Глупо. За какие грехи нам Путин это Бог дал? Ой, а мало грехов-то. Да много. Слушай, если почитать Святое Писание, то там сказано, что до пятого колена будете за грехи отцов своих отвечать. Слушай, я не поздравил тебя с Пасхой. Я же забыл, что ты у нас... Спасибо. Христос воскрес! Христос воевать! Христос воевать! Кстати, ещё один вопрос такой философский, касающийся уже Германии. про историческое чувство вины, которое есть у немцев, как ты пишешь якобы в своих дневниках. А почему спустя 70 лет это чувство осталось? Германия ведь стала совершенно другой. Ну, слушай, ну... Понимаешь, вот эти пропагандистские процессы, они очень инерционные. Но антинацистская пропаганда в послевоенной Германии началась сразу, так сказать, после 9 мая, как ты знаешь. И первые её следы вообще, так сказать, нация почувствовала только на рубеже 60-х и 70-х. То есть фактически через 25 лет после того, как закончилась война. И потом, все эти годы, так сказать, начиная с детства, со школьной скамьи, была вот эта вот антинацистская пропаганда, денацификация пресловутая, где рассказывали про Холокост, про зверство на оккупированных территориях, про всё вот то, что натворила Германия, про военные преступников и так далее, и так далее. И вот это чувство вины сформировалось, да. Вот. Теперь даже если это прекратить, то инерция будет тоже уж точно не меньше 25 лет. Вот так. Конечно. Этот маховик тяжело раскручивается, но потом он ещё и долго останавливается, конечно. Но, слушай, уже давно рассыпался советский блок, да, уже давно развеян миф о том, что Красная Армия была освободительницей Европы, да, и так далее, и так далее. Но в мозгах у советских людей, у российских граждан, да, ведь этот, так сказать, образ солдата-освободителя, он продолжает оставаться. По инерции вся эта штука катится, и катится, и катится. А сейчас расскажи, так сказать, про русского солдата-освободителя где-нибудь в Варшаве. Тебя заплюгил. Я уж не говорю, я уж не говорю в Германии. Почему, на ваш взгляд, Альфред Венгульдович, это ещё один вопрос, так много сторонников альтернативы для Германии, АФД, среди переселенцев из бывшего СССР? Хороший вопрос. Не знаю, не знаю. Я этих своих соотечественников очень хорошо понимаю. Понимаешь, в чем дело? Дело в том, что когда мы говорим о вот этих вот поздних переселенцах, то есть вот этих советских немцев, которые переселились из бывшего Советского Союза в Германию, мы всё время должны понимать, что те, кто были помоложе, они практически сразу ассимилировались и превратились в обычных немцев. И их социология, как российских немцев, вообще не вылавливает. Их не видно. Они неотличимы от обычных немцев. Остаются только те, кто не смог перестроиться из Совка превратиться в немца. Понимаешь, да? То есть они по крови немцы. И, может быть, даже язык знают. Но они не смогли перестроиться, потому что вся их жизнь, так сказать, прошла в Советском Союзе. Это люди старше меня. Потому что люди, которые, ну там, меньше... В основная масса поздних переселенцев переселилась в Германию где-то на рубеже 80-90-х годов. Первая половина 90-х. Все 90-е годы они выезжали из Казахстана и частично из России, если они в России жили. Вот. И сейчас они, как правило, 90% из них уже 20, а то и 30 лет живут в Германии. То есть идентифицировать себя, как бывшие советские немцы, могут только люди, так сказать, моего возраста и старше. Вот. Которые выросли на российском телевидении, на российских стереотипах, на советских стереотипах. Они были пионерами, комсомольцами, так сказать, многие из них были коммунистами и прочее, 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 прочее. Понимаешь, да? И вот эти люди, они не перестроились. И поэтому они, разумеется, голосуют за близкие им лозунги. Понимаешь, да? Вот. А ФД дает такие простые, понятные... Во-первых, они очень дружественны к России. Во-вторых, они, так сказать, против мигрантов. Они, так сказать, не понимают... Они евроскептики и так далее, и так далее. Это то, что, так сказать, очень близко вот этому простому, консервативному, крестьянскому взгляду на жизнь. Потому что все, подавляющее большинство этих людей, они все либо из маленьких казахских городов, либо вообще из деревьев. Вот. Но сказать, что все люди, не все, так сказать, вот эти вот поздние переселенцы, эти немцы, которые переселились из бывшего Советского Союза в Германию, они все поддерживают ФД, это не так. Потому что многие уже перестали себя вообще ассоциировать с ними. Особенно их дети. Понимаешь, грубо говоря, вот как, вот представь, вот я бы предложил такую конструкцию, вот взять за 100% всех, кто имеет местом рождения себя или своих родителей, бывший Советский Союз, да? Вот. Из них половина сразу ассоциировалась, и вообще забыла, что они, так сказать, бывшие советские граждане. Ну, то есть они влились очень естественно, особенно молодежь. Все, кто там 30 минус, они все в 90-м году 30 минус, сможешь себе представить, да? Ну вот, они все сразу стали немцами. Вот. И они вообще живут в этой повестке, они, так сказать, уже и не забыли, где они родились. Вот. Из оставшихся половина поддерживает АФД. Соответственно, от общей массы этих людей едва литератской четверти поддерживает АФД. Но внешне это воспринимается так. Потому что именно эти люди продолжают дома общаться по-русски, они смотрят русские телевизионные каналы и так далее, и так далее. Но в политическом плане эти люди, ну, не опасны. Я бы не думал, что они... Ну да, конечно, они ходят голосовать, да, конечно, они голосуют за АФД, но от них каких-то таких выходок ждать глупо. Потому что это пожилые люди, в общем, достаточно неагрессивные, натерпевшиеся в жизни, всю жизнь работавшие в колхозе какими-то трактористами. Ну, что ты от них хочешь? Пенсионеры, как правило. Слушай, хочешь вопрос неожиданный? Совершенно. Давай. Из Грузии тебя спрашивает человек, который подписывается Датомом Аладзе. Как вы относитесь к целостности Грузии? Хорошо отношусь к целостности Грузии. То есть Абхазия и Южная Осетия должны вернуться? Безусловно. Безусловно, конечно. Я все удивляюсь. Мне кажется, что для Грузии звезды так хорошо сейчас встали, что она как раз имеет этот редкий шанс, который, может быть, потом ей не предоставится, так сказать, вернуть это все. Потому что у Путина нет сил, так сказать, я думаю, оказать какое-то серьезное сопротивление, если грузины захотят вернуть, например, Южную Осетию. Но говорят, что при нынешнем руководстве, имеется в виду Бедзина и Ванишвили, и его соратники, Грузия никогда не попытается этого сделать. Ну, я в данном случае, так сказать, знаю общий настрой либеральной общественности по отношению к Борису и Ванишвили, да? А ты знал его, кстати, Бориса и Ванишвили? Прекрасно, прекрасно. В бытность его российским бизнесменом, конечно, я его прекрасно знал. Мы лично знакомы. Я же был тем самым Кохом, который снимал его заявку с аукциона по Норильскому Никелистику. А он участвовал в аукционе? Конечно. Российский кредит, Банк Российский кредит, конечно. Банк Российский кредит и, по-моему, Холдинг Металл Инвест еще у него был, да? Ну, это уже потом, который он пробовал в Усманову, да. А тогда, когда был аукцион Тонорильскому Никелю, тогда он представлял Банк Российский кредит. Ну, да, мало кто об этом знал, потому что все считали, что Виталий Малкин. Не-не-не, там главным партнером был Борис Ильиничский. Виталий был у него младший. Просто он был в тени, а как бы вот топ-менеджер Банка по фамилии Малкин, он как-то вот был фронтменом таким. Да-да-да. Я его прекрасно знал, и потом мы общались, да? Так что, ты считаешь, что он значительно более... Я не знаю, насколько сильна грузинская армия сегодня. Поэтому, ему, наверное, это виднее, поэтому он проводит очень осторожную политику в отношении России. Но он не марионетка? Не знаю. Может быть, частично, он, конечно, пророссийский политик. Слушай, я плохо понимаю, как устроена грузинская политика, поэтому я не могу ничего сказать. Я знаю этот либеральный нарратив о том, что он пророссийский, он путинская марионетка, ставленник ФСБ и так далее, и так далее. Это я знаю. Но, объективно говоря, он же должен провести свой корабль между Сцилой и Харибной, как говорится, понимаешь? Грузия слишком маленькая страна, чтобы всерьез противостоять России. И в том, насколько способны, так сказать, западные страны, включая Соединенные Штаты, защищать Грузию, они убедились во время агрессии 2008 года. Вот. И я думаю, что может быть, он ставленник, есть такая версия, и соединение трудно спорить. А с другой стороны, может быть, он как раз прагматичный и рациональный грузинский политик, который считает, что Грузии сейчас нет сил для того, чтобы начинать какую-то новую военную авантюру ни в отношении Южной Осетии, ни в отношении Абхазии, и лучше сосредоточиться на экономическом росте, и так далее, и так далее. И на интеграции в Евросоюз. Она же, кстати говоря, получила такой же статус кандидата в члены Евросоюза, как и Украина. Несмотря на репутацию, так сказать, марионеточного русского режима. Видимо, европейские бюрократы, изучив все аргументы, пришли к выводу, что это не более чем миф. Вопрос. А хотят ли Абхазы и Южные Осетины обратно в Грузию? И как с этим... Это, слушай, это старая история про противоречие между правом нации на самоопределение и международно-признанной границей. Ну, ты же знаешь эту, так сказать, дилемму, и в разных случаях по-разному она решается. Вот. Хотели ли чечены в середине 90-х быть частью России? Не хотели. В массе не хотели. Ну, там были и пророссийские чечены. Там были и пророссийские чечены. короче, этот вопрос дискуссионный. И правомощность войны в Чечне тоже же она зависит от точки зрения того, кто оценивает. Если человек считает, что суверенитет государства над его территорией выше права нации на самоопределение, то, соответственно, он считает, что Ельцин поступил правильно начать, так сказать, давить сепаратистский мятеж. А если считают, что право нации на самоопределение в приоритет по сравнению с суверенитетом, то, соответственно, нужно поддерживать чеченских бойцов за независимость. Это же, это же ведь не уникальная история. Та же самая система, так сказать, с Ольстером была, та же самая система с басским сепаратистом или с каким-нибудь каталонским сепаратизмом. Это, так сказать, вот недавний пример с Косово и с тем же самым ЛНР, ДНР. Это же все звенья одной цепи и дискуссия вся. Я тебе сейчас не найду вот сейчас ответа на этот вопрос. Мы можем только обозначить эту проблему, но ответа на нее нет. Хотят ли абхазы жить вместе с грузинами? Ну, не знаю. Не знаю. Во всяком случае, вот тот долгий уже, насчитывающий уже почти три десятилетия, если не больше, период существования де-факто независимой Абхазии, да, показал, что у них результаты не блестящие. Вот. И по моим сведениям, при всей, так сказать, антигрузинской риторике внутри абхазского общества, лечиться-то они ездят в Грузию. А экономически существует за счет поддержки Российской Федерации, за счет... Ну, Российская Федерация лоб-то не расшибла им помогать, если ты обратил внимание. Как-то там все инфраструктура пока в заднице, и все это обветшало, и все... Нет, исключительно в режиме поддержания штанов, что называется. Да, да, да. Слушай, ну это же была жемчужина. Слушай, я тут... Сухуми, это же рота Дубровна. Можешь себе представить, но это же, так сказать, ну о чем говорить? Это вот могло бы превратиться просто в рай. Где этот рай? В свое время же принц Альденбургский хотел развивать Гагру как русскую Ниццу, как русскую Ривьеру. Отец мой пожалел ездить. Это круче, Жень, это круче. Это круче. Но тем не менее, это же не получилось этого всего. Питсунда, Гагра, те же Сухуми. Посмотри там, даже вот на Сочи, на Адлер, посмотри, да, и посмотри на рядом, так сказать, находящихся Питсунда. Ну это же небо от земли. Притом, что Питсунда лучше. Подарил удивительную природу, это правда. Кстати, вот... А в Южной Осетии, насколько я понимаю, уже вообще никого населения не осталось. Вот я совсем не знаю, что там происходит. В Южной Осетии там практически не осталось никого населения. Осетины уехали в Северную Осетию, грузинов всех вытолкали. Там сидят просто воискаемся. Слушай, тут проскочил вопрос про Константина Борового. Что ты о нем думаешь? И тут же я не успел его тебе задать, и уже кто-то пишет, что вопрос о Боровом неудобен? Да нет, я просто не успел его задать. Извините, уважаемый. Ты с ними был? А есть такой вопрос? Да, 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 есть вопрос. А в чем он состоит? О Константине Боровому. Ничего не думаю. Вот видите. Я о нем годами не думаю. Как я и думаю, он обо мне не думает. Я вот, честно говоря, тоже не успеваю следить за его творчеством. Я знаю, что он там тоже выступает как блогер, дает комментарии, его приглашают на разные YouTube-каналы, но вот как-то я тоже, честно говоря, уж извините, не слежу за творчеством Константина Натановича. Человек он резкий. Был дружен с Валерью Новодворской, память которой я берегу. Она его тоже любила. Вот все, что могу сказать. А я вообще воздержусь от комментариев. И это твое право. И это твое право. Слушай, вопрос, который я уже сам от себя хочу тебе задать. Ты на эту тему высказывался. Сейчас идет скорбь в связи с терактом в Крокус-Сити-Холле. Вот почему Путин раскручивает эту антиукраинскую версию, вот эту истерику, несмотря на то, что все уже, включая даже представители российских спецслужб, сказали все-таки, да, это был ИГИЛ. Но сейчас появляется новая история про то, что да, это был ИГИЛ, но за этим ИГИЛом стояли украинцы. Вот для чего это нужно Путину? Одни говорят, для того, чтобы усилить, вывести войну на некий более высокий уровень, больше войск бросать в бой, использовать еще более жестокие методы ведения войны. Другие говорят, да, Путин и без этого может все, что угодно делать, и мобилизацию проводить, и репрессии усиливать, и все, что угодно, а украинская версия ему нужна для того, чтобы попытаться дискредитировать украинцев в глазах Запада пометить их, что называется, ядовитым маркером спонсоров терроризма. Ты как думаешь? Ну, я думаю, что тут все в кучу. Я думаю, что, конечно, скажем, в основе лежит совершенно очевидный факт. Российские спецслужбы совершенно позорным образом прошляпили этот террор. Они занимались всем, чем угодно, кроме реальной борьбы с терроризмом и с какими-то профилактическими мероприятиями по поводу ИГИЛа и так далее, и так далее. Ну, в этом нет ничего удивительного, так сказать, их профессионализм нам более-менее понятен, и чем они занимаются реально, мы тоже знаем, и в их табеле, в их приоритетах безопасность населения стоит на 25-м месте. Охрана трона, дележ добычи, борьба с инакомыслием, это вот главные приоритеты. Ну, и личное обогащение, разумеется. охрана правопорядка и обеспечения безопасности нации, это вообще непонятно, кто этим занимается, как этим занимается, и так далее, и так далее. Ну, и поэтому результат, конечно, так сказать, шеломительный. Пять человек или четыре человека устроили за 15 минут такую кровавую баню, а находящийся в соседнем здании, так сказать, участок милиции даже не шелохнулся, и не вышел, и не начал с ними войну какую-то, бой и так далее, и так далее. Ну, и вообще, все это уже сто раз обсасано, как они там потом пожар тушили, спасали тех, кого можно было спасать, это просто все, так сказать, предмет отдельного разбирательства, и понятно, что это был полный и чудовищный провал. Теперь вот Путин имеет этот провал, который, я думаю, он внутри себя понимает, что это провал, но из этого же надо хоть какую-то пользу получить. Вот он пытается из этого, так сказать, получить пользу, найти здесь какие-то украинские следы, потом использовать это как пропагандистский жупел для того, чтобы, так сказать, поднять ярост масс на 15 процентов и так далее, и так далее. Вот. Ну, слушай, это, так сказать, ну, а что ему еще делать? Конечно, он будет пытаться, слушай, ну, какая у него альтернатива? Это ИГИЛ, и это действительно месть за Сирией. Тогда я ему скажу, да какого хера, дорогой товарищ, ты вообще туда залезал, в эту Сирию, если результатом стало вот это вот. Там, это знаешь, как это, знаешь, не надо проводить расследование, потому что есть риск выйти на самого себя. То есть сюжет про то, что это ИГИЛ мстит за Сирию, плох для Путина, понимаешь? Ну, тем не менее, это вполне реальная история, согласись. Так оно и есть. Я уверен, что так оно и есть. Ты знаешь, помнишь, помнишь, там же был теракт, сразу, как только он ввел войска в Сирию, буквально через непредложительное время, там они самолет над Египтом взорвали. И так далее, и так далее. Наш российский самолет, 200 с пассажирами, да, погибли люди. И тут же ИГИЛ взял на себя ответственность. И так далее. Там было много всего, и они обещали, и я помню, так сказать, что ИГИЛ говорил, что мы это так не оставим, мы будем мстить, и прочее, прочее. И вот, наконец, это месяц пришел. Поэтому сюжет про то, что ИГИЛ по собственной инициативе для Путина плохой. Потому что он все этот сюжет замыкает опять на вопросы к нему самому. А вот замкнуть это все на Украину, это как раз хорошо. Это работает. Это работает на пропаганду, это работает на пусть ярость благородная вскипает, как волна, и идет на рваж, война народная, священная война, и тут же, так сказать, раз Кирилл священную войну объявляет, и так далее. Все очень хорошо получается. И стрелки с Путина переводятся уже, так сказать, на, я не знаю, на Буданова, на ЦРУ, и так далее, и так далее. Какая мысль у меня еще возникла? Смотри, на самом деле, мне кажется, что просто многие люди с удивлением вопрошают, а почему это какой-то появился еще Вилаят и Харасан, почему это ИГИЛ в Средней Азии, а я подумал, что на самом деле происходит на протяжении последних 15 лет, наверное, постепенная миграция, вот эти вот центры исламского радикализма, исламского экстремизма, они перемещаются дальше на восток, как раз в сторону Центральной Азии, потому что ну все-таки с одной стороны погромили их в результате военных операций в Сирии и в Ираке, а с другой стороны в общем эти движения почву находят там, где низкий уровень жизни, примитивный уровень развития экономики. Да, рост доходов в нефтедобивающих арабских странах, он, конечно, способствовал смягчению нравов. И, конечно, уже ни в Дубае, ни в Катаре, ни в Саудовской Аравии, так сказать, вот этот экстремизм уже не может найти себе социальной опоры. Да даже в Иране, вот посмотри, как настроена иранская молодежь, которая с периодичностью в несколько лет поднимает очередную антиисламскую волну демонстрации. Ну, я, откровенно говоря, вообще не помню, чтобы что-нибудь подобное Иран устраивал, какие-то террористические выходки вот такого рода. Ты вот не можешь напомнить последнюю выходку иранцев по поводу терроризма, вот такого откровенного терроризма? Нет, иранцы поддерживают экстремистские движения типа Хамаса, джихады исламе, хизбулы в Ливане. Они скорее, их тактика это поддерживать... Ну, сами они этим не занимаются? Нет, нет, сами нет. Это вот, да, ну, мне кажется, тут еще важный момент, я не такой крупный специалист в области, так сказать, ислама и вообще Востока. Здесь как раз я бы с удовольствием тебя послушал. Вот, но мне кажется, что здесь еще новым фактором, помимо всех предыдущих, является то, что идет очевидная антиисламская политика в Индии. Там же вот этот вот премьер Моди, который уже наверное третий или четвертый раз будет премьером, там скоро выборы, он же такой индуистский националист и очень сильно ущемляет в в Индии исламское меньшинство. Причем откровенное и жесткое. И это, естественно, вызывает жесткую реакцию в Пакистане. И вся вот эта вот история исламского сопротивления она начинает перемещаться туда, в Афганистан, Пакистан и так далее, и так далее. В том числе еще и по этой причине. Потому что их давят не только с запада, условно я говорю, там запад, Израиль и так далее, и так далее. Не с севера вот такие светские авторитарные режимы Средней Азии, типа какого-нибудь Такаева или Узбекского они же тоже не очень приветствуют исламский радикализм. Север, но еще и с востока их давит Индия. И поэтому ислам получается такой зажатый внутри, а с юга там такие сытые обожравшиеся нефтяные шейхи сидят, которые говорят да, это ваше дело, сами разбирайтесь. И получается там такой котел замкнут со всех сторон, который должен взорваться. Кстати, тут ты упомянул Такаева, Казахстан, это же твоя родина в некотором смысле Казахстан. Да не некоторому в прямом, в самом прямом я там родился. Ну нет, все правильно, да, я просто не знаю как ты его воспринимаешь Казахстан сегодня, следишь за тем, что там происходит? Ну не так, чтобы я там сильно слежу, но в общих чертах я понимаю, что там происходит. А расскажи, это тебе вопрос просто был. Не, но я сейчас стройные концепции выдать не могу. Ну мне кажется, что сейчас Китай, Казахстан проводит довольно осмысленную политику. во-первых, насколько я понимаю, они приняли значительно большое количество беженцев из России во время мобилизации. Вот. И пытаются сейчас их каким-то образом ассимилировать. Во-вторых, они все-таки проводят политику казахизации Казахстана. Вот. И эта политика, она пока, во всяком случае, проходит намного мягче, чем то, как она проходила в Украине. Вот. Украинизация Украины. Вот. И, в-третьих, они пытаются везде, где можно, заместить Россию собой. Вот. Сейчас они активно начинают действовать на рынке вот этих ТВЭЛов. Вообще, так сказать, все это урановые проблематики для атомной энергетики. Ну, все они, так сказать, улыбаются, кивают, дружат со всей стороны России, но везде, где можно сейчас, поскольку Россия ослабла, и ее не хотят на каких-то рынках видеть, они везде себя предлагают вместо России. А вот мы можем тоже такое же. Вот смотрите, мы ничем не хуже. Вот возьмите наши. И так далее. И в этом смысле, мне кажется, у них получается. Я, насколько понимаю, туда инвестиции какие-то пошли и так далее. Более того, если ты обратил внимание вот этой вот информации в Wall Street Journal о том, что там американцы давили на Украину, чтобы она не бомбила НПЗ и вообще нефтяную инфраструктуру, там отдельной строкой шло, что не трогайте списки труппопроводных концепций, там нефть из Казахстана идет. то есть американцев беспокоят, что вот Казахстан получал исправно все свои доходы от нефти и так далее. А почему? Потому что в свое время Казахстан очень правильно сделал, что пустил к себе Мобил, Эксон Мобил и так далее, и так далее, Шеврон и прочие все американские корпорации, и поэтому американцы беспокоятся о том, что у них корпорации могут без прибыли остаться. Слушай, а если бы в свое время Путин пустил тот же самый Эксон Мобил или Шеврон, помнишь, Так он пустил? Были же такие. На Сахалине-то был. На Сахалине, а не знаешь, сколько нефть добыл? Ну, тоже на Сахалине, а если бы он пустил, я не знаю. Ну, слушай, а вот этот вот Тилерсон, который у Трампа в первое время был генсеком, госсекретарем, он же был руководителем Эксон Мобил, по-моему, да? Представительство в Москве, да, некоторое время возглавлял. Дружбу народов же получил из рук Путина. Дружбу народов получил. Не, они там огромные, так сказать, объемы добывали. И сразу, так сказать, прямо в море грузили на танкера и отправляли. Послушай, ну, я имею в виду был проект. Ну, Жень, ну, вот смотри, давай так. Во-первых, БИБи пустили. Ну, БИБи пустили, да. Эксон Мобил пустили. Ну, а кого ты хотел, чтобы все вообще, чтобы отдали им? Так не бывает. Она не стоила, все отдала, потом выгонять их пришлось. Нет. Нет, у Ельцина и у Путина долгое время была политика открытых дверей для инвестиций. И кто хотел, все зашли сюда. Здесь же были, так сказать, компании второго ряда, там, и Тоталь заходил, и многие заходили и покупали. Конкретно, не дали купить ни ЮКОС, ни Сибнефть. Ну, это отдельная история, это отдельная песня, и мне кажется, что мы до конца не понимаем, как эта сделка складывалась, почему случилось. Мне кажется, что там наложилось два мало связанных с друг другом процесса. желание Сечина, так сказать, загробастать ЮКОС внутрь Роснефти, и вот этот процесс мега-сделки по объединению ЮКОСа с Сибнефти и продажи их какому-нибудь экс-моду, условно говоря. Я уж не помню, кому они там собирались его продать. Вот. Понимаешь? И просто один процесс передавил другой. Это вовсе не значит, что там Путин был категорически против иностранных инвестиций, потому что параллельно он одобрил сделку, что 50% ТНК покупает BP. А ТНК это была не маленькая компания, она была третья или четвертая компания страны. Слушай, классный вопрос есть. Совсем на другую тему. Вот у нас есть сегодня зритель, которого зовут Николай Семенов, он уже много раз задавал интересные вопросы и на один ты тоже ответил в самом начале. Вот вопрос такой, смотри, я его даже на экран вывожу. Какие бы три совета вы дали сейчас Зеленскому? Ну, разумеется, имеется в виду президент Украины, если бы он вас об этом попросил? Ответьте только серьезно. Ну, у меня сложное отношение к Зеленскому, я просто думаю, что он не очень любит вообще, когда ему советуют. сразу целую пачку советников уволил в отставку, вот буквально надежно. Да-да-да-да, я знаю, включая своего старого товарища Шефира, по-моему. Сергей Шефира. Да, поэтому я думаю, что мои советы не особо ему нужны, но так или иначе вопрос заданный. Мне кажется, я бы возобновил стамбульский процесс. Ведь смотрите, когда переговоры в Стамбуле шли, боевые действия ведь не останавливались. Поэтому не надо воспринимать переговоры как альтернативу боевым действиям. В какой-то момент, если, так сказать, переговоры дойдут до каких-то конструктивных, так сказать, договоренностей, которые вот-вот уже готовы будут положиться на бумагу, и в этот момент потребуется прекращение огня, и обе стороны будут готовы эти бумаги отписать, да, тогда, так сказать, переговоры приведут к прекращению огня, к перемирию, может быть, к какому-то долговременному миру. Но переговоры это не альтернатива, так сказать, войне. Воевать можно продолжать и переговоры вести. Это же было уже. Сначала они шли в Белоруссию, потом они переместили в Стамбул, а все это время боевые действия продолжали. И почему-то, так сказать, эту практику нельзя продолжить и так далее. Я просто уже напомню о том, что в осенью 1922 года если бы стамбульский процесс продолжался, я думаю, что Украина получила бы шикарные условия, на которые она бы сейчас согласилась бы 100%. но, к сожалению, так сказать, кстати говоря, зачастую нас пытаются убедить в том, что после того, как случилась буча, и международное сообщество, и украинцы, прежде всего, увидели, что творят русские оккупанты, стамбульские переговоры прекратились. это неправда, они продолжались до лета. В режиме зума они продолжались и так далее, и так далее. Поэтому было бы упрощением связывать прекращение этих переговоров с бучей, это не так. Они заглохли, потому что, так сказать, в какой-то момент, я думаю, Зеленский посчитал, что он на поле боя добьется большего, чем на переговорах. И это действительно, так сказать, долгое время было именно так, потому что было наступление в Харькове, потом было, так сказать, изгнание агрессоров с правого берега Днепра, освобождение Херсона и так далее, и так далее. Тогда казалось, что ветер истории дует в паруса ВСУ, да? Потом ситуация поменялась, потом случилось это неудачное наступление летом, вот. Поэтому мне кажется, что она может еще сто раз поменяться, просто мне кажется, что вот это вот окно для переговоров, его не надо было закрывать. И сейчас его еще можно открыть и начать переговоры. В этом нет никакого унижения, ничего, и это не требует прекращения боевых действий. Но, понимаете, вот часто очень, так сказать, украинские провластные спикеры, когда им говоришь, а вот там, типа, почему вот это, а с чего вы взяли, что Путин там кто хочет? Ну так если бы у вас были переговоры, вы бы этот вопрос не задавали, вы бы знали, с чего хочет этого Путин или не хочет? Вы бы не у нас спрашивали, чего хочет Путин, а вы бы знали, чего он хочет Путин прямо с первых уст. Мне кажется, что такого рода переговоры точно, так сказать, хуже не сделают никому. Хотя это было, скажем, дико вести переговоры и одновременно воевать. Но, слушайте, чего только в жизни не бывает. Ну, наверное, тем более, что так было. Так было, шла война и были переговоры. Вот Арахами с Мединским ввели переговоры, а в это время шла война. Хорошо. И эти две вещи тогда казались абсолютно логичными и правильными. А почему сейчас они кажутся абсурдными? Не очень понятно. Второе, что бы я советовал Зеленскому, это вот изменить вот эту вот абсолютно кондовую, тупую, антирусскую, так сказать, пропаганду. Она ничего не дает Украине. Только ей вредит. Вот ничего она не добавила. Ничего. Кроме того, что, так сказать, оттолкнуло от Украины людей, которые хотели и могли искренне помочь. Вот. Я глубоко убежден в том, что конфликт между Украиной и Россией проходят не по линии украинцы-россии, русские. Граница является не языковой принципом, и не этническим. И это, безусловно, мне кажется, так сказать, вот это непонимание сути этой войны, сути этого конфликта, оно, конечно, будет дорого, дорого обойдется украинскому руководству. Потому что они сужают, обедняют и маргинализируют эту войну. И она теряет поддержку даже в глазах ее союзников, потому что этнический конфликт воспринимается не так остро, как конфликт между свободными людьми и диктатурой, которая пытается их превратить в рабов. Согласись, что второй вариант войны, он вызывает существенно большую симпатию на Западе и вообще в свободном мире, чем какой-то этнический конфликт двуславянских народов. Да, когда мы говорим о том, что война России против Украины это война тоталитарного мира против мира демократического, это как-то гораздо проще, понятнее и ближе воспринимается рядовым избирателям в разных странах Запада, согласись, да? Конечно, но простой немец начинает понимать, почему я помогаю Украине, почему часть моих налогов идет на помощь Украине, а когда им говорят, что это этнический конфликт, он говорит, я тут при чем? Я не украинец, я не русский, почему я должен в этом участвовать? Я прошу прощения, я хочу просто среагировать на реплику некоего Алекса Демидова. Алекс пишет, приезжайте к нам в Харьков и расскажите вот всю эту хрень про неправильность критики России. Мне кажется, Алекс, что вы просто не поняли, что Альфред говорит. Он говорит совершенно о другом, правда? Ну, я говорю не о том, что, так сказать, поэтому нужно делать различия между русскими и Россией. Знаешь, как вот Салтыков Чедрин в свое время говорил, что не надо путать отечество и ваше превосходительство, понимаешь? Поэтому Россия, так сказать, ужасная, так сказать, тоталитарная машина репрессивная, которая мало того, что уничтожает украинцев, она и русский народ уничтожает. И не только русский. Она до этого уничтожала чеченский народ, она до этого уничтожала, я не знаю, грузинский народ. Поэтому, слушайте, любая диктатура, она, так сказать, интернациональна, она уничтожает любые народы. И поэтому боретесь вы не с русскими. Кстати говоря, в Харькове, так сказать, население основном русскоязычным. А боретесь вы с диктатурой, которая в том числе поработила и русских. И тоже превратила их в рабы. И хочет вас превратить в рабы. А вы не хотите им становиться рабами. Вот и вся история. Поэтому, ну, я не знаю, как это объяснить. Мне кажется, что это очевидно, что война, я не знаю, 41-45-го годов Советского Союза с Германией, это была война не с Бахом и не с Шиллером, да, это была война с Гитлером и Геббельсом. Мне кажется, я говорю, так сказать, банальные вещи, которые, так сказать, глупо отрицать. Вот. И третий совет, который я бы дал Зеленскому, я понимаю, что он не нуждается, но поскольку правила игры такие, то это максимально восстановить демократические институты в Украине, которые сейчас просто уничтожены. Мне кажется, что если Украина и имеет какие-то основания требовать от Запада своей поддержки и помощи, только потому, что она демократия. Если она превратится в какой-то, так сказать, очередной извод постсоветского авторитаризма, то симпатии Запада исчезнут. Ну вот я просто себе пытаюсь представить, вот а Путин напал на Лукашенко. Ну что, будет Запад считать, что он должен помогать Лукашенко, потому что он жертва агрессии? Да плевать ему на это. Ну и жертву агрессии. Там это, как говорится, знаешь, как шаба-гадюку. Украине помогает не потому, что она жертва агрессии, хотя все это очень правильное слово. Украине помогает потому, что демократия борется за свою свободу. И вот то, что в Украине идет сворачивание демократии, мне это кажется очень опасным. Очень опасным и очень прискорбным. И мне будут говорить война, ты должен понимать, я все понимаю, ребята. Но вот я вам могу сказать, что на собственном опыте человека, который прожил в России, уже там, постсоветской России, 30 с лишним лет. Я вам могу сказать, что, ребята, потерять демократию, это вот, как говорится, два пальца в стоп. Вернуть потом это будет невозможно. Да, кстати, я люблю, знаешь, что вспоминать. К сожалению, на память не помню точно цитату, но вот в Лондоне перед зданием американского посольства стоит памятник Рейгану. А на цоколе этого памятника написано, мы никогда не должны забывать, что потерять свободу можно на протяжении жизни одного поколения. Примерно такой смысл. Это то, что мы на самом деле видим на наглядном примере России. Слушай, на памяти нашего поколения мы ее обрели и ее же и потеряли. Ну да, да. И все это в исторические, практически, так сказать, очень короткие сроки. тут тебя ругают. не буду тратить время на цитирование, ругань в твой адрес, но я хочу процитировать твои собственные слова, если ты не возражаешь. Это вот в твоем посте от 25 марта. Важно, хорошо сформулировано. Возвращаемся к тому, о чем я все время пишу. Украинцы могут считать все, что угодно, но помощь им оказывают люди, это ты реагируешь на критику в свой адрес, да? Да. Но помощь им оказывают люди, которые смотрят на ситуацию своими глазами, а не глазами украинцев, и преследуют свои интересы. А эти интересы не всегда совпадают с интересами украинцев. Вот, друзья, дорогие, вот вы слушаете, что говорит бывший гражданин России, а ныне гражданин Германии Альфред и ее налогоплательщик. И он пытается вам обрисовать ситуацию так, как ее видят своими глазами граждане Федеративной республики Германии, которые в целом очень хорошо относятся к Украине и к украинцам и безусловно поддерживают. И сегодня являются самым главным партнером Украины. С большим отрывом. В ситуации, когда американская помощь остановилась, они номер один немцы. Да. И поэтому вы приезжайте к нам в Харьков. А зачем мне к вам в Харьков ехать? Вот я никак не могу понять. Ну хорошо, я приеду в Харьков. Вы хотите 83 миллиона немцев в Харьков привезти? Вы должны научиться понимать, как устроены мозги у людей, которые не живут в Украине. От их помощи вы критически зависите. Вы не должны пытаться убедить их смотреть на жизнь своими глазами. Они никогда не увидят жизнь вашими глазами. Как бы вы не были правы. Сегодня трагизм ситуации состоит в том, что вы безусловно страдающая сторона, но у вас нет денег и оружия для того, чтобы защищаться. А деньги и оружие находятся у людей, которые относительно в безопасности находятся. И они не могут посмотреть на жизнь вашими глазами. Они смотрят на нее своими глазами. У них есть свои интересы. И вы никогда не получите оружие, если будете пытаться их убедить в том, что вы правы, на основании той точки зрения, которая у вас. Вы должны увидеть мир их глазами. И тогда вы поймете, как вынудить их помогать вам. Только мне казалось, это очевидно. Я приведу простой пример. Есть фундаментально различие между японцами и европейцами. черный цвет в Европе считается цветом траура. А белый цвет считается цветом праздника, невеста в белом и так далее. А в Японии белый цвет это цвет траура. И когда ты одеваешь все-все белое, они тебе подходят и говорят, что-то случилось. Вам надо помочь. Ах, жалко, у вас кто-то умер. Понимаешь? Это фундаментальное различие восприятия людей. Одинаковые вещи они видят по-разному. То же самое и здесь. Люди, которые по-другому смотрят на мир, имеют те ресурсы, которые вам необходимы для победы. Но они не будут смотреть на мир вашими глазами, они смотрят на мир своими глазами. Вы можете обижаться на них, не обижаться, кричать, топать, требовать Тауруса. Но у них свои интересы и свое понимание жизни. Кох далеко не Германия. Я бы даже сказал, совсем не Германия, кто-то пишет. Ради Бога. Ради Бога. Ну, видимо, тот, кто пишет, знает, что такое Германия. Ну, очевидно. Ну, очевидно. Но, вот понимаешь, есть такое мнение, весьма распространенное, которое, опять-таки, вот формулирует один из наших зрителей, подписывающийся Танок Старо. Германия помогает и себе, тоже помогая нам. Вы понимаете, сейчас Альфред скажет, что он по этому поводу думает. Я со своей стороны повторю то, что уже и сам говорил, и с Альфредом Ренгольдичем мы это на двоих говорили, перебивая друг друга. К сожалению, пока, как мне кажется, далеко не всем людям в Германии удалось это доказать. Вот, к сожалению, многие люди пока не воспринимают этот лунг. Так ведь? Ну, это вообще дискуссия отдельная, длинная и так далее, и так далее. Понимаешь? Вот эти вот рассказы о том, что Европа развалилась, сгнила там, и вообще не способна себя защищать, это же ведь отчасти лишь верно, а отчасти это не верно. Вот. Это первое. Второе. Германия, вот я говорю, я, вот предположим, Путин настолько сошел с ума, что он решил напасть на Запад, да? Вот он, так сказать, откуда будет на Германию идти? Расскажите мне. Вот он сначала должен будет завести войска в Белоруссию, да? Это, так сказать, не останется незамеченным. Все увидят, что происходит. Для того, чтобы хотя бы в Польшу зайти, нужно пройти всю Украину, а пока... Нет, он с Белоруссией может зайти, не надо ему, так сказать, пройти. вот у него параллельно идет война в Украине, а он сейчас еще, так сказать, в Белоруссию заведет откуда-то взявшуюся армию, которая должна будет предать Литву, Польшу, и только после этого подойти к Германию. или он должен будет победить Украину, победить Украину, взять, объединить остатки украинской армии и свои, остатки своей армии, и вот этой армии напасть на Польшу, а потом на Германию, правильно? У меня все с этим вот все это выглядит как-то вообще как некая фантасмагория, но, видимо, это надо разобрать по деталям, чтобы, так сказать, было сразу вопросом. Вот первое, что произойдет с украинской армией, это к ней просто перестанут поставлять боеприпасы и запчасти к тому оружию, на котором она воюет. И в этот момент ее можно помножить на ноль. Это еще, кстати говоря, большой вопрос, какое количество из тех солдат украинской армии, которые сегодня воюют, будут готовы воевать, так сказать, совместно с Россией. Соответственно, так сказать, это отдельная песня о совместном нападении украинской армии и российской армии на Запад. Это вообще вот отдельная песня. Вот. Второе, значит, ну, я уж не говорю про то, что там, так сказать, концепция НАТО состоит в том, чтобы вся российская инфраструктура будет уничтожена в течение нескольких дней, все эти НПЗ. Слушайте, сегодня небольшим количеством беспилотников уже, так сказать, обрушили на 15% выработку бензина в России, да? А представь, если это все будет делаться, так сказать, на основе, там, томогавков и F-35, да? Которые, так сказать, невидимые для русских радаров. Они просто уничтожат всю эту, так сказать, историю, всю энергетику, все железнодорожные станции, подстанции, нефтепереработку, хранилища, порты. И как эта армия будет воевать? Скажите мне, без бензина и электричества. Далеко она уедет? Вот доехала она до Вильнюса, окей, дальше. Им нужно заправиться чем? Ему нужны запчасти, кто их подвезет? Ему нужны боеприпасы, кто их подвезет и на чем? Ему нужно подзарядить аккумуляторы к радиостанции, негде, или 1101. Как? Как эта армия будет воевать? Вывозить раненых, доставлять продовольствие? Это же, в Югославии все это уже очень хорошо показано было. Как будет воевать НАТО? И НАТО сегодня воевать так может и будет. Особенно в связи с отсутствием большой сухопутной армии. И вот эта вот армия Путина, так сказать, без тылов, без ничего, идет наступление, доходит до Вильнюса, выходит в Сувалский коридор, потом идет на Варшаву и встречает сопротивление от мобилизованной, готовой к бою украинской армии, польской армии, поддержанной бундесвером и американскими войсками. Ну, о чем мы говорим? Ну, почему мы постоянно говорим? Путин твердо вчера сказал, вы это бред, я не собираюсь на какое НАТО нападать. А ты ему веришь в данном случае? Ну, это правда. Ну, у него нет ресурсов для этого. Он же прямо сказал, что бюджет только одних американцев в 10 раз больше моего военного. Не говоря уже о бюджетах и все остальные, даже военный бюджет Германии, он почти такой же, как у России. Польша, Испания, Италия, Великобритания, Франция, Нидерланды, Шведы, Скандинавы, Финляндии, у финнов прекрасно, у шведов прекрасно. Ну, о чем мы говорим? Не будет никакой войны с НАТО, с Россией. Ну, оставьте. Это вот все, что мог себе позволить Путин, это война в Украине. И то он думал, что никакого сопротивления не будет. Только поэтому он и пошел на эту войну. Он думал, что это будет легкая прогулка и парад на Крещатике. Ну, все это знают. Если бы он знал, что Украина будет оказывать такое сопротивление, которое она оказала, он никогда в жизни бы на эту аферу не пошел. Он сейчас просто не знает, как из нее выпутаться, не потеряв лица. Всего, так сказать, собственных психологических особенностей он не может проиграть. Только и всего. Ну, поэтому вот сидят немцы, которые, так сказать, ну, хоть немножко, так сказать, немножко соображают. Но понятно, что политики все этот алармиизм, так сказать, для собственного мачизма и для собственной брутальности и собственного рейтинга накручивают. Вот мы должны готовиться. Конечно, они хотят запустить мультипликатор Кейнса, чтобы военные заказы пошли, чтобы это, так сказать, вылилось в новые рабочие места и прочее, прочее. Но, так сказать, в условиях мира убедить свое население в необходимости наращивать военные расходы невозможно, да? А сейчас ради Бога милости просят. Вот они поэтому и раскручивают всю эту истерию. Но я уверен, что если Шольц отвезти в сторонку и поговорить с ним, так сказать, по душам, он скажет, какая Россия? Ну, бред. Если речь идет о конвенциальной войне, у России нет ни одного шанса. А если термоядерное оружие? А если термоядерное, Ну, тут сценарий вырожденный, его обсуждать бессмысленно. И это понимают обе стороны. Кстати, чуть-чуть меняю тему, коль скоро ты заговорил. Вот. Поэтому, поэтому, когда говорят, просто закругляет. Поэтому, когда говорят, что вот, помогая Украине, Германия помогает и себе. Ну, отчасти это так. Отчасти это так. Но есть же, так сказать, у нас голоса и другие, которые говорят, о чем мы тратим деньги на украинцев, лучше давайте эти деньги потратим на купление собственной обороноспособности. Уж, коль, если вы говорите о том, что, так сказать, нападение Путина, неизбежно. Да, и такие разговоры тоже есть. Конечно. И не только в Германии, но и в Польше, и в странах. Конечно. И в Америке. И в Америке такие же голоса. Вот, я хотел тебя спросить по поводу состояния российской экономики. у тебя, у тебя просто такая фраза проскочила в одном из твоих последних постов в телеграм-канале в твоем, то продолжается медленное удушение российской экономики. действительно продолжается медленное удушение российской экономики? Ну, судя по тому, как все больше и больше банки усложняют процесс перевода денег за товары традиционного российского экспорта, даже вот на эти рынки, как Индия, Китай и так далее, и так далее. Ведь постоянно же идут разговоры о том, что китайские банки ужесточили правила, индийские банки, турецкие банки ужесточили и прочее, прочее. Ну, вот, я больше тебе могу сказать, что теперь и на казахские банки тоже уже внимательно смотрят, американские регуляторы и прочее. Вот, поэтому, конечно, будут ужесточаться все эти правила, и России все будет тяжелее и тяжелее получать деньги за свой экспорт. Соответственно, экспорт будет, доходность этого экспорта будет снижаться, безусловно. Это единственный способ? Нет. А что еще? Я же говорил, что самой эффективной за два года программой украинской армии является бомбардировка российских НПЗ. Она практически не приносит человеческих жертв и при этом наносит колоссальный экономический удар. Я не знаю, можно ли сравнить какую-то операцию на фронте с операцией по снижению выработки бензина в России на 15%. А если это будет на 30? А если это будет на 40? Понимаешь, да? Понимаю. Понимаю. Кстати, ты обратил внимание, что в некотором смысле президент Зеленский в последнем своем интервью в Вашингтон-Пост подтвердил, что прозвучало в его адрес недовольство, и он видимо имел соответствующие разговоры с американцами по поводу того, что не бомбили НПЗ, да? Он сказал, что американским оружием бомбить не будем, запускаем свои собственные дроны, а это наше дело, когда мы используем наши собственные вооружения. Видимо, это настолько правильно, что с этим даже глупо спорить. Ну, это просто не о чем говорить. Ты обратил внимание, что вообще вот эти стинания по поводу того, что цены на бензин выросли, они сдаются только из Америи. Европа, которая в существенно большей степени зависит от импорта нефти, я напомню, что по-моему Америка импортирует порядка семи миллионов баррелей в день, а Европа 14 миллионов. Так вот, Европа, она не делала никаких замечаний Селенскому по поводу бомбежки НПЗ, российских НПЗ. Я вот не слышал от европейских политиков какие-то нотки недовольства на этот счет. На эту тему только, так сказать, американцы верещат, но они верещат очень специфическим образом, если ты обратил внимание. Они говорят, что это ведет к тому, что рейтинг Байдена падает, а у него выбор. Понимаешь, это же вообще какая-то такая дикая история. То есть ради рейтинга Байдена мы должны проиграть войну, что ли? А зачем нам рейтинг Байдена? Что мы с ним делать будем? Вам он нужен, так вы за него и боритесь. И потом вы как-то очень странно, вы прекратили нам всякую помощь, говорят украинцы, да? И при этом требуете, чтобы мы перестали бомбить НПЗ. Ну вы тогда предложите что-нибудь взамен, какие-нибудь там новые системы вооружения, которые позволят нам вытеснить врага без этого с территории. А вы полностью прекратили помощь, при том, что вы можете ее продолжать. Помнишь наш разговор про эту программу ПДА, да? Да, выполнить, но при этом, так сказать, поток ваших рекомендаций, пожеланий и советов, он, так сказать, только усилился. А может, этот фонтан как-то прикрыть до тех пор, пока вы снова не начали помогать? Все так. Вот Ольга Сергеенко пишет, обращаясь ко мне, пожалуйста, баньте ботов, их слишком много собралось в чате. Ну, на самом деле, во-первых, что называется, рука бойцов колоть устала. Да, специального человека посадить, который будет их банить. Иначе разговаривать. Когда много ботов, это ясно, что прошла команда. Там главнокомандующий троллями и ботами свистнул свисток и сказал, а ну давай это самое, оказывай посильное сопротивление Коху с Киселевым. Значит, не зря работаем. Слушай, мы уже с тобой сторонники свободы слова, не? Да, вообще мы сторонники. пускаются, развлекаются, ребята. Собакова ветер. Я уделяю только тех, кто хамит, тыкает и говорит разные гадости. Их удаляю, да. Ну тут опять тебя спрашивают. Ребят, ну вы не сначала просто смотрите хороший вопрос про рост популярности альтернативой для Германии, да, но мы с Альфредом эту тему не мы ее рассмотрели, почему среди бывших об этом же самым задается вопрос. А это об этом же самым. Да. Ну что, друзья, мы действительно там полтора часа уже перед вами пляшем, поем, развлекаем вас. Пора и честь знать. В конце концов, сегодня день праздничный. Мы с Альфредом Голичем должны пасхальный ужин иметь. Я уже резервацию в ресторане сделал. Ну вот видишь, так что приятного аппетита. Спасибо. И приятного вечера всем, кто был сегодня с нами. Не забывайте, с вас подписка, вопросы, комментарии, лайки, разумеется. Как только мы с вами сейчас попрощаемся, это видео уже можно будет смотреть записи на моем канале. И до следующей встречи. Ура! Слава Украине! Героям слава!